Международный аэропорт Манас представляет вашему вниманию новый, современный аэровокзальный комплекс Манас-2. Здание комплекса, изначально запроектированного под аэровокзал еще в 1974 году, было полностью реконструировано. Работа над созданием концепции эскиза будущего терминала была закончена в рекордные 7 дней, а в течение года было рассмотрено несколько проектов и после утверждения концепции началась кропотливая работа по его воплощению. В 2006 году началось строительство малого терминала Манас-2 именно для приема глав государства участников ШОС. В этом году мы совершили строительство нового терминала Манас-2 и так давно наш новый комплекс принимал первых своих высоких гостей. Манас-2 имеет собственный оригинальный стиль и узнаваемость. Волнистая крыша здания и воздушные арки своеобразно перекликаются с голубыми волнами Кыргызского озера Иссыкуль. Стеклянные купола на крыше здания позволяют максимально использовать естественное освещение и создают захватывающий вид на небо, словно смотришь на него из тундука-юрты. В интерьере зала ожидания использован ряд скульптур, которые вбирают в себя современный подход в изображении национального колорита. Все скульптуры выполнены из бронзы и установлены на подставках из натурального опала. Легендарный герой Манас, его сподвижники Бакай и Алмамбет, образ Ума-Эне, Саекбай Каралаев, Саганбай Оросбак Улу и писатель Чингы Зайтматов. Личности, имеющие огромное значение в истории кыргызского народа, изображены на монументальной росписи «Связь времен», которая олицетворяет свободный полет и постоянное стремление вперед. Здание аэропорта впечатляет, удивляет и создает приятное настроение во время ожидания рейса. В 1974 году здесь было построено здание аэровокзала. Это было трехэтажное здание. В этом месте находились два таких вот фока, это как бы структуры. И там одно время находился зал депутатов и дальше размещалась пограничная служба. А вот чуть-чуть правее, вот с этой стороны, на месте теперь гостиницы, намечалось строительство такого административно-гостиничного комплекса. И вот эти три совершенно разных, разнохарактерных здания нужно было объединить в единый комплекс. И то, что вы видите, как раз так оно и получилось. На этом месте мы сделали гостиницу, но со своей новой формой здания аэровокзала. Мы убрали один этаж. Металлические конструкции фермы, которые стояли здесь раньше, 1974 года, мы тоже их использовали. И объединили вот такой динамичной, вот такой интересной формой. Аэровокзальный комплекс имеет все необходимое не только для комфортабельного прибытия и отбытия гостей, но и приема VIP-персон и делегаций. В терминале здания предусмотрено все для проведения официальных встреч, конференций и заседаний. Гостиничный комплекс «Манас-2» сделает пребывание транзитных пассажиров максимально удобным и приятным. Значительным преимуществом нового аэровокзала является его эргономичное строение, позволяющее легко и быстро пройти к необходимому блоку. И это только начало. В ближайшее время начнется реконструкция основного терминала «Манас». Интерьер аэровокзала будет полностью изменен. Также будет обновлена взлетно-посадочная полоса и для максимального удобства пассажиров запланировано увеличить количество телескопических трапов. В целях расширения аэровокзала дополнительно планируется построить два терминала, которые будут соединять существующие терминалы «Манас» и «Манас-2». Небо начинается здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok